Первые среди записавшихся на прием члены садового общества «Лесное». Свои земельные участки, расположенные под высоковольтными линиями электропередач, жители Светлогорска получили в аренду еще в 1982 году. Тогда опасное соседство никого не пугало – ни местную власть, ни самих землепользователей. К правилам безопасности обратились лишь в 21 веке. Людям предложили до ноября этого года освободить участки. Они же категорически не согласны. Когда тогда давали, нам никто не говорил, что это убьет меня, что это вредно. У нас есть устав на общество. У нас есть написано в том уставе, что мы имели право, что не имели право. Да, капитальное строение мы не имели. Но домики строительные у нас написано можно. Кусты, деревья, косточки, какие-то садить, невысокие. Изначально срок аренды без права продления заканчивался в 2019 году. Однако потом решение местных властей изменилось, и освободить участки уже нужно гораздо раньше. В качестве альтернативы людям предлагают выбрать из 2000 пустующих огородов. Такой вариант членов садового общества не устраивает. Приводить в порядок никем неиспользуемую долгие годы землю уже не позволяет возраст и здоровье. А нанимать специалистов для них – дорогое удовольствие. Просьба к заместителю премьер-министра вернуть первоначальное решение об аренде до 2019 года. После этого люди готовы добровольно покинуть свои земельные участки. Ответ члены садового общества услышали положительный. После чего Владимир Семашко отметил, что этот вопрос можно было решить и на местном уровне. Есть же правило такое. Власть должна власть, и власть в том ценится, что если сказал вот так один раз, то так и должно. Ну и сказали, что это от 2019 года будет. Зачем людей баламутить и расстраивать. Вот сказали до 2019 года, а потом через пару лет принимают решение, давайте мы 2017 годом ограничимся. Ну это людей раздражают. Суть же вопроса была в том, что мы понимаем, что рано или поздно уходить надо оттуда. Ну и потом нам уже возраст, 73 года, как сказала эта женщина, да. Значит, дайте мне до 2019 года добыть, а потом потихонечку оттуда и уйду. Кроме этого, жители Светлогорска на приеме у заместителя премьер-министра поднимали вопросы оплаты коммунальных услуг за жилые помещения, в которых никто не прописан, а также перепадов электроснабжения и получения патента на изобретение. Все вращения резюмированы и взяты на контроль. Люди приходят своими жалобами, предложениями. Именно, конечно, надо по максимуму в пределах законодательства, в пределах возможности бюджета и так далее помочь. Не обещали невыполнимого. Мы договорились так, чтобы власть осталась довольна, так что это нормальное решение, компромиссное. И люди понимали, что это все то, что можем сделать сегодня для них. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Светлогорск. Специально для Новостей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова